Почти 25 миллиардов тенге. Такой ущерб государству нанесли те, кто попался на коррупции. Итоги прошлого года подвели в профильном агентстве. На коллегии, которая проходила в столице, выступил и Аким области Кумар Аксакалов. Образование, сельское хозяйство, здравоохранение. Работники этих сфер грешат взяточничеством чаще остальных. Не отстают и в отрасли строительства, архитектуры и земельных отношений, говорит Олег Шпигбаев. Несмотря на поручения Альбасы и президента о создании геопорталов, регионы, мягко говоря, заболтали эту нужную инициативу. Какой вывод тут можно сделать? Либо нет понимания, как организовать эту работу, либо это заинтересованное сохранение привычной и удобной схемы стабильного, в кавычках, заработка. Всего в прошлом году в Казахстане зарегистрировали свыше 1700 коррупционных преступлений, больше половины взятки. Наказание понесла 1000 должностных лиц. Не брезговали и те, кто носит погоны. В прошлом году привлекли 237 работников правоохранительной системы. Даже среди тех, кто вершит правосудие, были коррупционеры. Семь служителей Фемиды оказались в зале суда, только не на привычном для себя месте. И сталинские методы здесь неэффективны, говорит Олег Шпигбаев. Надо не страх сеять, а вести конструктивный диалог и наладить эффективное партнерство. И, конечно же, лучшая защита – профилактика. Госорганы работать должны открыто и прозрачно. Лидирующими регионами являются Алматинская и Североказахстанская области. Именно здесь больше всего госучреждения работают в формате open space и на основе сервисной модели. В аутсайдерах Мангисталская и Жамбульская области. В честные регионы приходят инвесторы и процветает бизнес. Об этом говорил Аким нашей области Кумара Ксакалов. Для искоренения коррупции мы переводим государственные услуги в электронный формат, совершенствуем сферу госзакупок. В рамках реализации инициативы Ельбаса разработана и постоянно обновляется интерактивная карта открытых бюджетов. В информационный сервис внесено 957 бюджетных организаций, опубликован 1231 бюджет. Благодаря этому сегодня жители региона могут контролировать каждой тенге, выделенной из бюджета на ремонт и строительство автомобильных дорог, социальных объектов. Количество безналичных платежей в нашей области выросло с 13 до 40 процентов. Это помогает бороться с теневой экономикой. А самое главное, мы успешно воплощаем концепцию слышащего государства. Для усиления общественного контроля на сайте Акимата области открыт портал «Народный контроль», где люди активно направляют фото и видеоматериалы с явными нарушениями при строительстве, проведении ремонтных работ на социальных объектах и так далее. В текущем году проектной группой Казалжара-Далдахалана мониторингом будут охвачены все 69 дорог, находящихся на гарантийном обслуживании. В первом полугодии текущего года будет запущен проект «Бюджет участия». Это позволит населению определять объекты, ремонт которых является первоочередным. Не быть сторонним наблюдателем и не молчать о нечистых на руку призывают борцы с коррупцией. К тому же сообщать о взятках теперь выгодно. Сумма вознаграждения будет дифференцирована, как в большинстве стран ОСР. Человек, сообщивший о факте коррупции, может получить 10% от суммы взятки после обвинительного приговора. Максимальное вознаграждение – 10 миллионов 600 тысяч тенге. Согласно опросам, 60% казахстанцев готовы внести свой вклад в борьбу с коррупцией. В Петропавловске прошла итоговая отчетная встреча Булата Жумабекова. Горожане занимали места в зале за полчаса до начала. Их едва всем хватало. Не успел градоначальник завершить выступление, а у микрофонов уже очередь. Первым свой вопрос задает Павел Афанасьев. Депутат обеспокоен судьбой трех детских садов, которые передали бизнесменам в доверительное управление. Напомню, это нововведение озадачило родителей. Многие боялись, что поднимут оплату, закроют группы с казахским языком обучения, да и в целом условия в таких садах ухудшатся. Мам и пап тогда успокоили. Но зачем эти сады передали в частные руки, непонятно до сих пор, говорит Павел Афанасьев. В чем была вообще такая необходимость, поскольку данные объекты находятся в выгодном местоположении, всегда финансировались на 100%, никогда в ремонтах отказы не получали, могли финансироваться и дальше. Все они являлись государственными предприятиями, зарабатывали на дополнительных услугах достаточные деньги по своему содержанию. Необходимости передачи в них не было. Здесь подход был неправильный. И областного управления, и городского управления. Я получил одежду по делам госслужбы дать соответствующую оценку. Еще больше общественный резонанс вызвала вырубка деревьев. Здесь горожане разделились на два лагеря. Своё мнение, кажется, высказали все, как лучше пилить, где надо садить. Экспертов больше, чем самих деревьев, отметил Аким города и добавил, что под топор идут только старые и аварийные насаждения. Покосившиеся выше пятиэтажек, готовые упасть при сильном ветре. На отчетной встрече, кстати, каждый шестой вопрос был с просьбой вырубить аварийные деревья. В августе прошлого года за 4 часа шквального ветра повалило 67 насаждений. Задели десяток автомобилей, к счастью, люди не пострадали. Поэтому вырубка – мера необходимая, объясняет градоначальник. Благоустройство, к слову, тема актуальная. Ее у микрофонов поднимали многие. За два года почти 1 миллиард тенге было направлено на благоустройство дворов города Петропавловска. Почти 1 миллиард тенге отремонтировано 182 двора. Осталось отремонтировать 148, из которых 73 двора в этом году будут отремонтированы. И благоустроят дворы комплексно – от парковок и асфальтирования до детских площадок и озеленения. Даже ограждения предусмотрят. С ними, кстати, проблемы во многих дворах. Вместо заборов – ржавые железки или покрышки. Грешат этим и бизнесмены. Бетонный забор – это что, какой-то секретный объект? Секретная база? Три метра высотой бетонный забор стоит. Кафе у нас некоторые любят тоже огораживаться там сушей. Как крепость. Крепость. Что, кто-то собирается штурмом брать, что ли? Когда это общественные территории, заграживать заборами нет необходимости. И мы будем эту работу продолжать. В топе по популярности и вопросы общественного транспорта. Их поднимают вот уже третью отчетную встречу подряд. Жители Черемушек жалуются, что маршрутов в их стороне мало. И ни один автобус не едет во дворец спорта или школьников. Детям приходится добираться с пересадками. Зато много других дублирующих друг друга. По 4-5 автобусов устраивают гонки до остановок, чтобы отвезти горожан. Поэтому сейчас все маршруты тщательно изучают. В марте месяце эта работа завершена будет. Наверняка это приведет к сокращению автобусов. Наверняка, я так думаю. Будут выработаны более оптимальные маршруты. И мы подготовили деньги. Вот областной бюджет зарезервировал в бюджете 2020 года специально для города приобретение автобусов. Современных автобусов. Просили многие о ремонте домов. Поменять кровлю, отремонтировать канализацию, установить лифт. А Махабаджи Пизбаева мечтает отметить новоселье в собственной квартире. Ее семья с четырьмя детьми ждала 10 лет. Ключи получили. Только заселиться в новостройку пока не могут. В домах холодно, во-первых. Подоконники льдом покрытые. Все бежит. Постоянно подоконники вода. Я вот звоню. Там нам дали номера мастера. Я вот звоню каждый день мастеру. Батареи горячие. Отопление горячее. Градоначальник поручил своему заместителю Короле Галееву разобраться в вопросе. А вот Ольгу Овсянникову интересует ценный квартир на вторичном рынке. Скоро ее дом по Горького снесут и выдадут жилье в многоэтажке, которое дорожает с каждым годом. Учтут ли новую стоимость, спрашивает Ольга. Каждый год перед началом мероприятия по изъятию мы сделаем допрос, запрос в органной статистике. Я с вами согласен, что цены подорожали. И сейчас цена другая придет. Соответственно, с этой ценой мы будем уже другую цену закладывать на покупку в авторичном жилье. К слову, в этом году продолжить застраивать микрорайоны Береке, Жасоркен и улицу Олеханово. Главное, чтобы, как в прошлом году, не возникло проблем с рабочими руками. Этот вопрос нужно взять на контроль уже сейчас. Говорили на встрече с населением и о бюджете Петропавловска. Он, кстати, увеличивается с каждым годом. В 2020-м областной центр получит почти 45 миллиардов тенге. Отчитался перед населением на этой неделе и Аким Жамбылского района Мурадбек Абишев. Перед его началом на одной из центральных улиц Пресновки коммунальщики активно убирают снег. Местные жители говорят, этот день не исключение. Даже в самые непогожие дни на коммунальную службу, в районе она всего одна, им жаловаться не приходилось. В целом, о проблемах в райцентре с нашей съемочной группой говорили неохотно. Может быть, их здесь действительно нет. Вообще нет освещения, и особенно возле школы. Детки утром идут, там очень много машин подъезжает, и нет абсолютно там никакого фонаря, ничего. И как бы не лишается, это уже третий год. Хлеб сейчас дороже стал, никогда не спрашивал. Оказывается, самое дешевое, по-моему, 100 тенге, да, или 120. Обычно будет 95, было 80, а сейчас подорожало. К проблемам, озвученным жамбылцам, мы вернемся чуть позже. Перейдем к докладу главы района. Муратбек Абишев тоже решил отойти от привычного и уже порядком надоевшего формата отчета перед населением. Сейчас в северном регионе тренд на выступление сидя, без трибун. На столе Акима района минимум подсказок, даже слайды на ноутбуке он листал сам. Самое отрадное, что Муратбек Абишев не стал прятать проблемы, собственно, свое выступление с них и начал. Из года в год количество детей у нас не мешается, к сожалению. Соответственно, сегодня у нас есть школы, которые не соответствуют нормативу. И в этом году мы будем вынуждены это проводить, оптимизация. И поэтому в начале года я акцентирую на этом, что на течение года должна быть первая задача. У нас это основные эволюционные потоки. Наоборот, добиться положительного среда, сохранить наши общеобразовательные школы. Одна из главных проблем жамбылцев – отток населения. В чем причина? В безработице? Такая проблема здесь остро не стоит. Из почти 20 тысяч жамбылцев лишь 800 человек сегодня нетрудоустроены, что составляет 4%. Может быть, в районе есть серьезные пробелы в здравоохранении? В 2019-м здесь не хватало 4 медицинских специалистов. Двоих нашли. Еще несколько приступят к работе уже в 2020-м. Плохая инфраструктура – тоже серьезный повод для смены места жительства. Кто, имея возможность переезда, захочет тратить свои нервы и годы на жизнь в районе? Если с водоснабжением дела в Жамбылском обстоят неплохо, то с дорогами все в точности наоборот. В 2018-м году было высшее постановление правительства «Скоро-Казахстан» о развитии Северо-Казахстанской области. На 3 года, рассчитывая на 19-20-21 год, и вот за эти годы мы должны были в хорошем состоянии довести более 70%. Это будет и дальше финансироваться, и эффектно отселом у нас в ГУЛЬНАР СИДОРОВА. Кроме этого, я хочу сказать, что в этом году мы и внутри поселковой дороги должны хорошо отремонтировать. В райцентре тоже хватает разбитых дорог, рассказала Гульнар Сидорова, и попросила Акима перечислить из них те, которые в 2020-м точно сделают. В первую очередь, ремонт Илевахарная, на Сайбиту-Муканово, Шухово и Удисло. А вас не любители давать. Вот когда фокк будем строить, мы дверь улицы Пушкина и Юбилейную свяжем Кожаберегин и улицы Сайбиту-Муканово. Поток где-то, допустим, мог выезжать с левой стороны. И освещение тоже там сделано. В этом году на некоторых улицах в шести селах проведут освещение. Не помешает в одном из них и досуговый центр, рассказал Дидар Кдралин. В последнее время молодежь из Кайран-Коля уезжает. Все потому, что некуда сходить отдохнуть. Отток молодых и активных остановить можно, но для этого нужны финансовые вложения. Есть бывшие издания детского сада. И после фарш-дисвящего ремонта, оно может стать вот только досуговым центром для наших села. Он предварительно у нас стоял на 25-й год, но мы хотим на следующий год его включить по программе «Аллу и любви себя». Настало время вопроса, который очень смутил главу района. Да и сам парень, задавший его, чувствовал себя, мягко говоря, не в своей тарелке. Видимо, она болела и сил молчать больше нет. В Пресновке в районном Доме культуры нет теплого туалета. Творческие коллективы, в том числе и те, что приезжают сюда на выступления издалека, вынуждены в холодный сезон в легких костюмах бежать по нужде на улицу. В обсуждение вмешался директор района ВДК. Вопрос, возможно, показался неудобным Мурадбеку Абишеву, но Аким района ответил. В основном, здесь будет туалет из ПСД. Каждый руководитель, один из критерий, как он обеспечивает условие труда для своих подчинений. Руководитель, бюджетная организация, все равно экономика какая-то происходит. Вот эту экономию нужно оправдать. Нету знаний, ну сделать это, в степи можно это все сделать. Понятно, наверное, ремонт какой-то надо делать, это наша визитная карточка еще одна же. Я думаю, мы деньги сможем выделить, может быть, не с первой этой сессии, но в течение года на изготовленные проекты документации выделим деньги. Вернемся к хлебу, цены на который не дают покоя многим сельчанам. О них глава региона рассказал нам уже после отчетной встречи. На сегодня в мониторинге стоит хлеб, выпеченный из муки первого сорта. Это цена 90-95 сентген, зависит от удаленности. Предпринимателям говорим, вы этот хлеб, хлебную полку отделите там, где вот есть, который на мониторинге, который продают по этой цене, чтобы он отдельно продавался. Большое минус, что на территории района у нас нет ни одной промышленной медницы. Вот о чем мы говорим, у нас две станции есть, Баун и Каранколь. Там находятся у нас хлебоприемные предприятия, и мы с ними ведем работу, чтобы они там установили. В целом жамбылцы задали совсем немного вопросов. Не набралось даже и десяти. Урны для письменных вопросов, их в зале было несколько, тоже остались пустыми. Отчет перед населением провел и Аким Козылжарского района Жанат Садвакасов. Заострять внимание на прошлогодних успехах он не стал, но отметил, что уже второй год подряд Козылжарский район находится на первом месте по урожайности. В 2019-м с одного гектара собирали больше 23 центнеров. Это благодаря передовым технологиям и обновлению автопарка сельхозтехники. Однако здесь можно поспорить, посчитал заместитель Акима области Аскар Сакипкереев, принявший участие в отчетной встрече. По его мнению, недостатков в агропромышленном комплексе района еще много. Есть у нас еще нерадивые хозяйственники, которые в недолжной мере, может быть, работают с землей, получают маленькую урожайность. Поэтому с этими хозяйственными субъектами тоже надо работать. Ну, хотел бы сказать, низкая урожайность получена крестьянством в хозяйстве Симомбаева, всего 5 сантиметров за гектар, что это такое. Имеет такие же равные условия, как у всех здесь в районе. От итогов к планам. Год козелжарцев ждет плодотворные строительства школы на юго-востоке Бесколя, что позволит разгрузить учебные заведения. В школе-лицее «Поросад» дети сейчас учатся в три смены. А еще в райцентре появятся две пятиэтажки. Строительство одной идет полным ходом. Квартиры здесь получат очередники. Сейчас в жилье нуждаются 700 человек. Половина из них относится к социально уязвимым слоям населения. Кроме того, запустят в районе и новые производства. Начнут выпускать кирпич. Кроме того, запустят в районе и новые производства. Начнут выпускать кирпич. Мы сейчас реализуем проект. Сумма инвестиций около полтора миллиарда тенге. В селе Подгорном начнется строительство кирпичного завода. Из них 500 миллионов по экономике простых вещей будет кредитоваться. Мы весной ожидаем оборудование. Вопросов к Акиму у жителей района было немного. Большая часть касалась здравоохранения. Елена Самборецкая рассказывает, что записаться к терапевту непросто. Нужно ждать очередь в 4-5 дней. Поэтому вынуждена обращаться к платным специалистам. Хотя, когда мы приходим на прием, может быть, возле кабинета врача никого нет. Врач сидит, но без записи он не принимает. Как поступать? Разобраться в этом вопросе пообещал руководитель управления здравоохранения Тимур Султангазиев. Для проверки в центральную районную больницу направят комиссию. А еще он рассказал, что в 2019-м ряды врачей там пополнили 10 молодых специалистов. Они сегодня тоже в зале с вопросами к главе района. Мы документы подавали и сказали, ожидать в 2020 году. Хотелось спросить, на какой период нам ожидать подъемные средства. Документы были поданы. И второй вопрос по поводу обеспечения жилья. Будет ли вообще обеспечение жильем молодых специалистов? По программе с дипломом всего в первом квартале все вам подъемные пособия будут выплачены. Касательно жилья, после завершения строительства этих двух-пятиэтажных домов, я думаю, что мы обратимся к руководству. Если руководство нас поддержит, мы хотели бы, чтобы выделили именно несколько квартир для обеспечения медицинских работников. Жители района говорили о необходимости строительства детских садов и культурных объектов. Последние, кстати, в этом году начнут ремонтировать, как и школы. Половину учебных заведений за последние годы перевели на биотопливо. Продолжат в 2020-м ремонтировать дороги. Особое внимание уделят внутрепоселковым. Охватить планируют 64%. О зимнем содержании дорог тоже говорили. В сравнении с прошлым годом в текущем средств на эти цели выделили в два раза больше. Только вот результат пока не впечатляет. В стране введен полугодовой запрет на экспорт живого поголовья скота. В Минсельхозе полагают, это поможет снизить цены на мясную продукцию, а еще загрузить на полную мощность перерабатывающие предприятия. В нашем регионе фермеры не поставляют КРС за границу, но отсрочку поддерживают на животноводческой базе Силбека Махметова более полутора тысяч буренок казахско-белоголовой породы. Специализируется фермер в основном на мясе. Его бизнесмен сдает на Петропавловский мясокомбинат. С решением запретить вывоз живого скота за пределы страны согласен. Считают, в первую очередь нужно сократить спрос на говядину, конину и баранину на отечественном рынке, а вдобавок загрузить еще и местные мясоперерабатывающие предприятия. Уходит много животных живым весом за пределы республики, особенно в Узбекистан. В прошлом году, то есть в 2019 году, 150 тысяч животных и 250 тысяч голов овец. Из-за массового экспорта живого поголовья крупного и малого рогатого скота образовался ажиотаж и рост цен на отечественных прилавках. По словам фермера, вызвано это тем, что стоимость мяса на внутреннем рынке такая же, как и на продажу за пределы страны. В среднем один килограмм стоит 700-750 тенге. Одним словом, казахстанские бизнесмены реализуют его по себестоимости. Это одна проблема, говорит руководитель товарищества. Другая заключается в том, что за границей массово скупают маточное поголовье. Они закупают не откормленный скот, а именно молодняк. После этого они докармливают, получают от них прибыль и сдают дальше. Сейчас сельчане, все и фермеры, и крестьянские хозяйства озабочены, чтобы живым весом именно не отправлять за пределы государства, а оставлять у себя. Фермеры Северного Казахстана понимают, продавать маточное поголовье за границу нерентабельно. Они идут по иному пути, выращивают скот сами и зарабатывают гораздо больше. Сегодня в Айртауском районе 76 хозяйств. В них насчитывается более 7,5 тысяч голов КРС, а всего в регионе 366 тысяч. Свыше 20 североказахстанских чиновников в СИЗО. Необычную экскурсию для руководителей управления и их заместителей провели по инициативе главы региона. Ключая проволока и небо в клеточку. Атмосфера неволи красочнее любых слов и объяснений. Немного постояв у входа, 22 чиновника все же переступают порог изолятора, чтобы узнать, какова жизнь по ту сторону высокого забора. К слову, некоторые эксколлеги прочувствовали это слишком хорошо. Взятки, мошенничество, использование служебного положения в личных целях. Возможно, тем, кто оказался нечист на руку, как раз такая экскурсия и нужна была в свое время. Трехразовое питание, восьмичасовой сон, прогулка на свежем воздухе до полутора часов раз в день. Зато времени подумать целый вагон и вспомнить о теплой постели и ужине в кругу семьи. Большая часть экскурсии для руководителей управления проходила в тишине. Видимо, настолько впечатлила атмосфера. Серость, холод, железные замки и колючая проволока на каждом шагу. У представителей госорганов, видимо, даже слов не нашлось описать эмоции. Еще бы, ведь прогулка не по музею. Ощущения, конечно, достаточно абсолютно неположительные. И я думаю, нацбюро правильно делает, что показывает для профилактических целей вот эти вот изоляторы. Если имеются те госслужащие, в которых есть, возможно, какая-то мотивация, мысли, чтобы сразу же это все пресечь на корню. У нас более 30 медицинских организаций. С учетом сегодняшнего опыта будет дополнительно донесено до наших всех первых руководителей о неотвратимости законодательства и наказаниях. Такая экскурсия намного эффективнее лекций и заседаний, говорят специалисты. Тем более после очередного коррупционного скандала. Снова взятка, снова ГАСК. Подозревают руководителей управления и одного из отделов. Обвинение выдвинули по двум эпизодам на общую сумму 650 тысяч тенге. Ведется досудебное расследование. Оба подозреваемых вину признали. Полностью задокументирована коррупционная схема руководства учреждения. 24 января возбуждено уголовное дело. Они подозреваются в систематическом получении взяток в значительных размерах за действия входящих в служебные полномочия. В отношении руководителя санкционированной мерой пресечения в виде домашнего ареста окончательное решение о степени их виновности будет вынесено судом. Прославились и экс-руководители ГАСК. Только не заслугами, а резонансными делами. Марат Аблаев брал деньги за аттестат эксперта технодзора. На экзамен приходили подставные лица, но преступную схему раскрыли. Еще одного предшественника Валерия Изатая поймали на взятке в полторы тысячи долларов. А последний руководитель в этом кресле и года не просидел. Сейчас его дело придают максимальной огласке, чтобы другим неповадно было. После наглядного примера экс-коллег мало кто рискнет сменить костюм на тюремную робу. Отчеканили и пустили в оборот. 28 января Национальный банк выпустил монету в 200 тенге. До этого времени была только бумажная версия. По своему дизайну она напоминает монеты номиналом 50 и 100 тенге. Однако все же отличается формой, весом и размером. Выполнена она из сплавов меди, цинка, никеля и олова. На оборотной стороне монеты изображен герб Казахстана. По окружности надпись «Казахстан-Республикасы». На лицевой цифра 200. Уже скоро она появится в кошельке у каждого североказахстанца. Героин на полторы тысячи доз. Наркотики в особо крупном размере изъяли полицейские у 42-летней жительницы областного центра. На месте полицейские также изъяли электронные весы и фасовочный материал. Сейчас женщина находится в следственном изоляторе. Как оказалось, ранее она уже привлекалась за аналогичное преступление. Сейчас ей грозит наказание по статье 297 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Незаконное хранение наркотических веществ» и лишение свободы сроком от 10 до 15 лет. В новый сезон с новыми надеждами футбольный клуб «Казалжар» продолжает подготовку к выступлению в Премьер-лиге. «Орлы» объявили о подписании контрактов с тремя футболистами, сообщила пресс-служба клуба. Новичками нашей команды стали 23-летний грузинский полузащитник Томас Цицхладзе, белорусский защитник камерунского происхождения Терентий Луцевич и молдавский футболист Михаил Платика. Последний ранее выступал под руководством Вячеслава Руснака, который недавно возглавил «Казалжар». Субтитры создавал DimaTorzok